В четырех кинотеатрах Севастополя, Россия, Москва, Победа, Моряк прошли показы кинофильмов, заявленных в программе 28-го международного кинофорума «Золотой Витязь». В этом году 180 конкурсных работ представили режиссеры 24-х стран мира. Зрители отложили свои дела, пришли на фильм «Балканский рубеж». В основе российско-сербской картины засекреченная спецоперация. Создатели картины предложили свою версию тех событий. Подробности в сюжете Галины Ледвиной. Премьера фильма «Балканский рубеж» прошла в кинотеатре «Москва». Перед сеансом с экрана севастопольцев приветствовали Гойко Митич и Милыш Бикович, снявшиеся в фильме. Историю представили режиссер Андрей Волгин, актер, сыгравший одну из главных ролей Антона Помпушной, и молодая сербская актриса Милена Радулович. Она поблагодарила российских кинематографистов за то, что они смогли рассказать сербам их историю. «Это наша история, и люди, это, ну, это недавно было, и я тоже маленькая была, но я вспоминаю, и все вспомнят. И это зашло очень сильно в душе людей. И не было горько, где не было слез, и где не было чувства благодарности русскому народу, что именно они, как они мы на самом деле, рассказали нашу историю. Так, к нему прошло очень успешно, там было много-много зрителей, и все получилось вроде хорошо». Картина впервые в нашем кинематографе рассказывает о событиях 99-го года, когда НАТО бомбило Югославию. О секретной операции, во время которой российский спецназ в неравном бою с противником смог взять под контроль аэропорт Слатина в Косово и удерживал его до прихода подкрепления. «Герои – люди разных вер, но желание одно – помочь братьям-сербам. Это картина о самопожертвовании». «Оно пропитано правильными мыслями, скажем так, после которых, я надеюсь, люди будут задумываться о теме данной ситуации. И главное, что мы пытались донести, чтобы люди поняли, что такого не может повторять, не должно повториться никогда. И на почве именно веры происходят многие конфликты. Но это не от людей исходит, а от, скажем так, государственных каких-то инстанций, когда на почве веры начинают людей разделять. Хотя сами по себе люди, они этого не хотят». Одна из самых мощных сцен, когда бандиты используют детей для разведки. Фильм «Неполиткорректен». Он рассказывает об истреблении христиан. Показана традиция албанских боевиков вырезать сербские деревни, оставляя как свидетеля одного ребенка. Албанский террорист «Смук» требует от православного священника произнести шахаду, принять ислам. Но тот умирает, прославляя Христа. «Один из бандитов, главный, который подошел к нему и сказал, ну где же твой Христос, отрекись, и ты будешь жить. И вот там было показано, что священник, он именно простой такой. Говорит, как же, говорит, как я это сделаю? Говорит, я не могу этого сделать. И тот же же выстрел, он падает в мертвую. Это величайший подвиг, я считаю, потому что то, что нам дал Господь жизнь, мы это ценим, мы очень радуемся. Но Христос – это и есть то, ради чего мы с вами живем». «Драматург, когда это писал, он хотел показать через мою героиню, что метафорически, что все Сербия пережила». Фильм «Балканский рубеж» создавался долгих семь лет. В картине использована хроника реальных событий. В проекте задействован международный актерский состав. Полное совпадение, что картина представлена зрителю в 20-ю годовщину войны НАТО против Югославии. Зрители почувствовали правду. Фильму и его создателям аплодировали стоя. Актер Антон Пампушный, завершая встречу, сказал важные для всех слова. «Дай Бог, чтобы не было войны, был мир и все было хорошо. Огромное вам спасибо». Актер Антон Пампушный, завершая встреча,